Здравствуйте, уважаемые студенты! Я старший преподаватель кафедры общественного здоровья Организации здравоохранения Исраилова Сахиба Бурябовна. Сегодняшняя наша тема, лекция, посвящена общественному здоровью и сестринскому делу. Основная цель Всемирной Организации здравоохранения это достижение всеми народами как можно высшего уровня здоровья. Задача Всемирной Организации здравоохранения это координация международной деятельности в отрасли здравоохранения, предоставление государствам соответствующей информации, предоставление помощи по вопросам Организации здравоохранения, содействие развития усилий в борьбе с эпидемическими, эндемическими и другими болезнями, а также в охране психического здоровья, проведение общих исследований в области здравоохранения, содействие в подготовке медицинских кадров. Высшим органом Всемирной Организации здравоохранения является Всемирная Ассамблея здравоохранения. Для координации международной деятельности в отрасли здравоохранения в начале 80-х годов была разработана глобальная программа «Стратегия достижения здоровья для всех до 2000 года», которая с 1997 года получила название «Достижение здоровья для всех в 21 веке». Основой ее цели является достижение всеми жителями Земли такого уровня здоровья, который даст им возможность вести жизнь в полноценном, социальном и экономическом отношении. Основными целями европейской программы являются достижение справедливости и равных прав по вопросам здравоохранения для населения разных европейских стран. Укрепление здоровья наиболее уязвимых групп населения, в частности, инвалиды лица преклонных лет, дети молодой женщины, лица с хроническими заболеваниями. Значительное уменьшение наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистых, злокачественных на образование, травматизма, психических, инфекционных. Программа «Здоровье для всех в 21 веке» предусматривает сокращение разницы показателей здоровья путем внедрения мониторника отличий в показателях между разными странами и социальными группами в пределах каждой из них, обеспечение для всех большей доступности таких социальных условий, надлежащее питание, жилищные условия, образование, медицинская помощь, больше внимания и помощи странам, которые находятся в наиболее неблагоприятных условиях. К наиболее уязвимым группам населения принадлежат инвалиды, люди преклонных лет, дети молодежь, женщины, лица с клоническими заболеваниями. Улучшение здоровья детей и молодежи – это самая ценная капиталовложение в будущее. Пути его реализации таковы в соблюдении основных положений конвенции по правам ребенка, организации систематического надзора за здоровьем детей и молодежи, в точности высококачественной помощи беременным в службе здравоохранения детей дошкольного и школьного возраста. Усиление пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи, социально-экономическая и психологическая поддержка детям и их семьям, которые имеют неблагоприятные условия жизни. В Республиках Центральной Азии с 1 сентября 2010 года не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования полиомиелитом. Всемирная Организация Здравоохранения зафиксировала падение уровня детской смертности в мире. Этот показатель в мире за последние 17 лет сократился на 27%, то есть на треть. В 2007 году по всему миру погибло 9 миллионов детей в возрасте до 5 лет. В сравнении, в 90-м году эта цель заставляет 12,5 миллионов. ВОЗ просит не использовать Wi-Fi в школах, поскольку беспроводной интернет вредит Центральной Нервной Системе детей и подростков. По данным ЮНУСЕФ, ежедневно более 3000 детей умирают от желудочных и жизненных заболеваний. Каждый десятый человек в мире не имеет доступа к питьевой воде. В Азии сейчас проживает 6,6% населения, но оно имеет доступ лишь к 1,3% всех водных ресурсов. По данным ЮНУСЕФ и ВОЗ, доступ к питьевой воде сейчас имеет лишь по 79% населения Земли, при этом 783 миллиона пользуются загрязненными источниками. В основном это жители Африки, южнее Сахара. 40%. Для снижения показателей заболеваемости и инвалидности нужно прежде всего создание совершенной первичной медико-социальной помощи, общее действие службы здравоохранения, социального обеспечения для поддержки больных таких и тем, которые заботятся о них, создание специализированных центров по предоставлению социальной помощи, и лицам, которые страдают хроническими заболеваниями. Пассивное курение убивает ежегодно 600 тысяч человек, из которых около 30 детей, чьи родители при них курят. Наиболее эффективные подходы для решения проблем снижения смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний таки активные поощрения здоровому образу жизни, прежде всего предупреждение курения среди тех, кто только начал курить, и сокращение курения среди курильщиков со стажем, пропаганда сбалансированного питания, обеспечение доступности для больных, эффективных методов диагностики и лечения, комплексная медико-социальная помощь, в том числе физическая, психологическая и социальная реабилитация, а также рекомендации относительно изменения поведения и уменьшения действий факторов риска. Пирамида питания рекомендована в ВОЗ как диатологическая модель построения здорового пищевого рациона. В основу ее создания положены необходимые для здорового питания и продукты, разнообразие соотношений, которые здесь на иллюстрации приведены. Пирамида создана с использованием цветовой схемы, светофора. Зеленый употребляет без ограничений, желтый употребляет расчетливо, а вот красный нужно будет подумать, стоит ли это употреблять. Всемирная организация здравоохранения сообщает, в мире началась эпидемия ожирения. В 2020-м заболевание, вызванное лишними килограммами, будет стоить в мировой экономике 30 трлн долларов. Программа подрисматривает такие пути снижения смертности от злокачественных эпохолей. Активизация борьбы с курением у мужчин, оно имеет тенденцию к уменьшению, а вот у женщин наоборот. Внедрение автоматизированных регистров информации о больных злокачественными новообразованиями, как наиболее эффективного способа планирования и управления оценки мероприятий по борьбе с ними. Обеспечение доступности больных эффективных методов диагностики лечения, внедрение скриненки и последующего лечения больных раком молочной железы, раком шейки матки, как наиболее эффективных средств снижения новообразования этих локализаций. Всемирная организация здравоохранения констатирует высокий уровень самоубийств для молодежи в странах Восточной войны. По данным ВОЗ, ежедневно около 3000 человек в мире совершают суицид. Причина увеличения числа самоубийств, в частности, ослабления семейных связей, что приводит к уменьшению социальной поддержки и росту социальной изоляции, средства в образ жизни в современном мире, безработицы на протяжении длительного времени, рост социального насилия, появление которой является увеличением числа преднамедленных убийств. Программа предусматривает такие мероприятия по уменьшению числа психических заболеваний и самоубийств, развитие всесторонних служб психического здоровья на местном территориальном уровне, повышение роли участия в них первичной медико-социальной помощи, разработка специальных образовательных программ для категории населения, которые непосредственно касаются кризиса, безработицы, социальной изоляции, разработка внедрения на национальном, региональном, местном уровне специальных программ относительно предупреждения и самоубийств, обеспечение развития более туманных форм оказания помощи психическим больным и переход от предоставления помощи в специализированных медицинских учреждениях как самообслуживание на местном территориальном уровне. Основные направления действий поощрение населения в здоровом образе жизни, оздоровление окружающей среды, обеспечение населения соответствующей медицинской помощи. Здоровый образ жизни предусматривает отсутствие вредных привычек, достаточную физическую активность, сбалансированное рациональное питание, умение управлять со стрессами, здоровый сексуальный образ жизни. Механизмы государственной регуляции политики и поощрения населения здорового образа жизни это направление государственных субцизий на производство товаров и продуктов, которые способствуют поддержке здорового образа жизни. Контроль за рекламой вредных для здоровья продуктов и изделий, алкогольных напитков, табаку и т.п. Контроль за экспортом, импортом продукции, который может иметь вредное влияние на здоровье. Совершенствование практики ценообразований и налогообложений на потребительские товары, что облегчит выбор в интересах здоровья. Содействие приоритетному субсидированию на производство товаров и продуктов, которые способствуют укреплению здоровья, свежие овощи, фрукты, безалкогольные напитки товара гигиенского назначения и для занятий физической культурой. Для сокращения употребления табачных изделий предлагают такие мероприятия законодательные и финансовые повышения цен на изделие и сокращение к производству, сокращение и журческие обременчения на рекламу, увеличение свободных от курения мест пребывания людей, экономический анализ последствий сокращения производства табачных изделий, поиск альтернативных источников налогообложений производства. Основными путями оздоровления окружающей среды признаны обеспечение населения адекватными источниками водоснабжения, снижение опасности, связанных химическими, микробными и радиационными загрязнениями продуктов питания, улучшение качества атмосферного воздуха, стереоустранение угрозы для здоровья человека, разработка внедрения эффективных систем обеззараживания твердых отходов и обеззараживания почвы, обеспечение населенных пунктов условий для укрепления здоровья. Концепция защиты окружающей среды до 2050 года. Здесь компания Тошиба практикует рациональное использование природных ресурсов, которые обеспечивают гармоничность существования с природой, тем самым внася в свой вклад в формирование более высокого уровня жизни. Это гармония с природой, создание новых ценностей, повторное использование, использование, переработка, средства производства. Основные мероприятия по улучшению здоровья работающих, обеспечение подавляющему большинству первичной медицинской помощи непосредственно по месту работы, особенно внимания к женщинам, которые составляют почти половину всех работающих, улучшение их условий труда. Состав первичной медицинской помощи принадлежат такие службы для лиц с особенными потребностями. Это инвалидов, больных, которые нуждаются в долгосрочном лечении, людей преклонных лет со слабым здоровьем, больных на терминальной стадии, тех, которые находятся в неблагоприятных условиях, бездомные, одинокие, безработные. Критериями эффективности медицинской помощи признаны показатели здоровья пациентов, степень удовлетворения потребностей населения, экономическая эффективность учебных профилактических мероприятий. Основными предпосылками для выполнения программы Всемирной организации здравоохранения достижений здоровья для всех в XXI веке определяются высокий уровень научных исследований наиболее приоритетных направлений медицинской науки и организации здравоохранения, формирование систем информационного обеспечения по основным знаниям и направлениям действий предусмотренной программы, наличие оптимальной управленческой структуры и систем подготовки медицинских кадров, развитие партнерства в деятельности разных слов и организаций для достижения цели и стратегии. К наиболее приоритетным направлениям научных исследований отнесено изучение причин отличия в состоянии здоровья населения, методиках оценки, стереотипов поведения и их влияния на здоровье, механизмы поощрения населения в здоровом способе жизни, организационных управленческих аспектов оказания медицинской помощи на разных уровнях, модели выделения ресурсов в соотношении государственных и частных источников ресурсов и их деления между разными уровнями помощи, оценка эффективности систем подготовки кадров, медицинских технологий, деятельности служб здравоохранения. Информационные системы прогнозирования будущих потребностей и проблем здравоохранения, популяционных регистров по отдельным хроническим заболеваниям, злокачественные инообразованные сердечно-сосудистые, методов оценки вредных факторов окружающей среды и факторов риска на здоровье, соотношение методов оценки выделенных ресурсов и эффективности полученных результатов в отрасли здравоохранения. Ведущими кадровыми проблемами в отрасли здравоохранения в странах является перенасыщенность, которая в некоторых странах приводится к прочению числа студентов медицинских вузов, избыточные специализации, недостаточно эффективные использования специалистов. В резолюции форума были сформулированы наиболее актуальные проблемы в отрасли здравоохранения на следующий век, борьба с инфекционными болезнями, укрепление привычной медицинской помощи, оздоровление окружающей среды, укрепление партнерства по вопросам здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни. Спасибо за внимание.